Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Добрый день, моему сыну восемь лет. Далее зачем-то указано дата рождения. У нас благополучная семья, с мужем живём мирно, живём вместе с моими родителями, есть несколько проблем. Подскажите, пожалуйста, как быть и что делать. Первое. Ребёнок до сих пор отказывается пробовать новую еду. Ни пищу, ни насилу, просто предлагаю попробовать то, что он ещё ни разу не пробовал. Он, нет, не буду, я это не люблю. Ну как можно не любить то, что ещё даже не пробовал? Я ему, сынок, попробую, не понравится, не будешь есть, равно нет и всё. Второе. Значит, ходит в штаны, может играть в телефон, сходить в штаны и сидеть с этим, пока я не замечу. Потом бежит в туалет, выходит оттуда и говорит, мам, ну вот не успел, значит, сходил в штаны, сил моих тут нет. Говорит, что не чувствует, как это происходит, причём он понимает, что это плохо и сильно, в школе такого нет, при родственниках тоже стесняется, а дома при своих может. Касается своих интимных мест, никого не обращает внимания, лежит и, как бы, касается. Спросила сынок, зачем, в ответ, мне нравится, щекотно. Неуправляемый, ничего не случается, всё делает по-своему, всегда своё предложенное за слов, сынок, пожалуйста, садись сделать уроки, пойди умывайся, пора одеваться. Раз в пять попросишь по-хорошему, потом терпение лопается и прикрикиваю в ответ, что ты на меня вечером орешь. Одна женщина сказала, что возможно не хватает какого-то фермента, который отвечает за внимание, записалась к неврологу. Пожалуйста, подскажите, как быть, уже все его просьбы выполняю, не хочешь на продлёнку, не ходи, не хочешь в бассейн, давай разок пропустим. Устала ей Богу. Конечно, тема детей и родителей лично для меня всегда представляется более сложной по причине того, что указывать на какие-то моменты родителям, ну, в общем-то, дело, пожалуй, не самое благодарное и не самое приятное. Вот. Потому что ребёнок — это глобальное отражение родителей, и если есть какие-то проблемы у ребёнка, то, скорее всего, есть определённые сложности у родителей. Но родители чаще всего пытаются помочь ребёнку, игнорируя при этом свои собственные проблемы. Вот, например, вы говорите о том, что сперва что просите вы по-хорошему, а потом у вас терпение лопается, и вы начинаете уже кричать. Вот вопрос мой звучит, наверное, следующим образом. Как получается, что после пятой просьбы у вас лопается, как вы говорите, терпение? Ну, получается, что если у вас лопается терпение, значит, скорее всего, вы говорите несколько не о тех вещах, которые, условно говоря, вас волнуют. Получается, что вы, обращаясь к ребёнку, ну, как вы сами это описываете, мягко и так далее, обращаясь к ребёнку, вы, получается, демонстрируете ему не, так скажем, не те чувства, которые вот у вас есть. Получается, что когда вы, получается, что когда вы о чем-то просите своего ребёнка, и у вас лопается терпение, что прерывается, так скажем, какое-то другое ваше желание, вопрос, конечно, только в том, что это за желание. То есть здесь вы уже демонстрируете некоторую такую дихотомическую модель. То есть это противоречие, когда, ну, внешне получается одно, а внутренне происходит совсем другое. И ребёнок это чувствует. Дальше. Вы говорите о том, что у вас благополучная семья. Живёте вы мирно, но живёте вы с родителями. Понимаете, если семья с ребёнком живёт с родителями, это уже неблагополучная семья. Потому что дети от своих родителей должны жить отдельно. Понимаете? Практически всегда Пожелание с родителями влечёт за собой определённую деструкцию, к сожалению. И эти определённые деструкции влияют на вас и влияют на ребёнка. Это и вопрос личных границ, которые стираются при нахождении большого количества людей на одной же площади. Это и несколько хаотичные, привычные уступки, которые не всегда являются чем-то вот таким, ну, позитивным. Это и некое противоречившее воспитание, потому что у родителей, ну, как правило, у родителей свои взгляды на воспитание, как правило, родители как бы видят, ну, видят по-своему, да, то, как нужно воспитывать ребёнка и так далее. Но самое главное, что кто бы это ни был, то есть это ваши родители или родители вашего мужа, вы вряд ли полноценно чувствуете себя хозяйкой. Сложно чувствовать себя хозяйкой, когда есть кто-то ещё. Поэтому извините, но сказать, что семья у вас благополучна нельзя. Следующий важный момент – это то, что вы говорите, что с мужем живём мирно. Почему-то меня это смутило. Что значит мирно? А мирно – это значит без конфликтов. Без ссор вы это имеете в виду? Если вы имеете в виду это, то у меня для вас не очень хорошая новость. Конфликты должны быть необходимы. Нужно уметь их решать. Но конфликты быть должны. Если конфликтов нет, если нет ссор – это тревожный знак. Тревожный знак, связанный в первую очередь с подавлением своих чувств и желаний. Я не знаю, сколько вместе вы со своими мужем живёте, но сколько бы ни жили, за это время можно изменить. Люди за это время могут менять, это, что называется там, абсолютно нормально. И естественно возникают ссоры. Естественно возникают конфликты. Потому что люди меняются. У вас в этом смысле ситуация несколько другая. Вы говорите, что вы живёте мирно. Поэтому я хочу, чтобы вы этот момент тоже для себя прояснили. Терплю ли я что-то со своим мужем? Сдерживаю ли я? Когда последний раз мы говорили с мужем по душам. И разговариваем ли мы с ним вообще по душам. Спрашиваю ли я о его чувствах. Спрашивает ли он меня о моих чувствах. Знаю ли я о его чувствах и так далее. Как муж участвует в воспитании ребёнка? Это тоже очень радостно. Потому что ребёнок производит впечатление человека, который не взаимодействует с мужской. В общем и целом фигурой. Это довольно тревожный аспект, если есть отец, но он в воспитании не участвует. Если есть фигура отца, но так получается, то фактически фигура отца отсутствует в парадигме ребёнка. Понимаете? Поэтому я бы сказал, что на участие папы в воспитании ребёнка очень важно обратить внимание. По поводу еды. Вы говорите, что предлагаете ему попробовать новую еду, а он отказывается. А зачем вы ему предлагаете? Он же всё видит. Он видит новую еду. Он слышит запах и так далее. Зачем ему предлагать? Ну, если захочет, попросит сам. Разве нет? Такое ощущение, что ребёнка вы в какой-то момент окружили чрезмерной какой-то активностью, чрезмерной какой-то вот заботой и вниманием. И, в общем-то, задавили в нём инициативу. Любую инициативу. По крайней мере, так мне показалось, исходя из вашего текста, исходя из вашего сообщения. Я, естественно, не берусь утверждать наверняка. Я не знаю. Как? Наверняка. Но так это выглядит. То есть, зачем? По поводу того, что он ходит в штаны. Это протест. Это протест против Ваулс. Это выражение недовольства ребёнка. Это, по сути дела, партизанская война. Это партизанская война против вас и, вероятно, месть за то, что когда-то вы его подавляли. У вас прослеживается тенденция перегруза от ребёнка активностью. Продлёнка, бассейн. Зачем продлёнка? Для чего бассейн? То есть, есть ощущение, что вы вначале наваливаете обязанности и правила, а потом от них отказываетесь. Это, в общем-то, ручит всю конструкцию личной ответственности. Это ручит всю конструкцию мотивации и целей. И это ручит всю конструкцию обмена тем, что для людей, в частности для вас, важно. Так что здесь к вопросу о том, насколько вы свободу даёте ребёнку. Почему считается, что это плохо и стыдно? Вот ребёнок именно поэтому и делает это, потому что это плохо и стыдно. Как вам указали, что это привлекало внимание. Но самое главное, это месть. Так ребёнок себя проявляет по отношению к вам. И вопрос, который вам нужно себе задать, а есть ли у него другие способы, способы привлечь внимание? Интересен ли он мне, то есть вам, когда он не делает вот этого всего? По поводу третьего пункта. Абсолютно нормально. То есть, ну, такое действительно бывает, но чаще всего здесь мы говорим о тревожности и о снятии тревожности таким образом. То есть, ребёнок от чего-то испытывает тревогу, вот, и уходит в различные действия, то, что вы описали в третьем пункте. Это ничем не примечательное действие с этой позиции. То есть, могло быть, ну, на самом деле, могло быть любое другое действие, какое угодно. Просто вот так вышло, вот так вышло, что, ну, дети исследуют своё тело, да, вот, находят, как бы, вот, такой момент. И могут зафиксироваться на нём. Если вот ребёнок находился в тревожном состоянии, то он зафиксировался на этом, потому что это помогло ему тревожности. Понятно, что ни о какой сексуальности речь ещё не идёт. Вот. Так что здесь исключительно психологическая история. Вот. История тревожности вашего ребёнка. Далее. Неуправляемо ничего не случится, что по-своему всегда твоя просьба начинает от лов. Свинок, пожалуйста, здесь сделайте уроки. Это в корне неверная позиция, потому что вы его уговариваете, потом вы на него кричите. То есть ребёнок понимает, что когда вы уговариваете, сделать ничего не надо, когда вы кричите, можно уже что-то сделать. Эта позиция деструктивная в силу того, что в ней нет личной ответственности, в ней присутствует контроль, а самое главное, очень много директив. Вот самое, наверное, неприятное в этом, это именно наличие директив. Вот. А говорить о том, что, ну вот, о том, что вы хотите, нужны и наши, используя технику Я-сообщения и активного слушания. Об этом написано в книге Гиппенрейтер, которую вам порекомендовал один из моих коллег. Ну, на мой взгляд, обучиться, ну, обучиться, так скажем, общению такого рода самостоятельно нельзя. На мой взгляд, необходимо, чтобы вы занимались этим с психологом. Вот. Потому что от того, что просчитаете вы книгу, да, новостью изменится. Ваша привычная модель поведения, а самая главная привычная ситуация, поместят вас обратно, очень быстро вернут вас в привычную колею. Вот. В то же время, неуправляемость ребенка, это история про вашу подавленную тенденцию к свободе. То есть, чем больше вы стараетесь жить по правилам, чем больше вы думаете о других людях, ну, в ущерб себе, тем больше неуправляемость ребенка. Таков, как он отношений. Да, это может быть, на самом деле, это может быть привлечение внимания. Ребенок, ну, действительно может, таким образом, стараться привлечь ваше внимание. Вот. Но лично я думаю, что, с учетом того, что вы описывали, с учетом того, вот, как вы, ну, описывали, описываете свою жизнь, да, свою реальность, в которой вы находите, я больше склонен думать, что это все-таки не привлечение, привлечение внимания к вам, к нему, а это больше все-таки про, ну, такой вот протест против некой такой подавленности, которая у вас есть. Есть. А, вот. Дальше. А, значит, уже все его просьбу выполнял, не хочет, браток, не ходи. Давай, раз, храпустим, устала ей Богу. От чего вы устали конкретно? Скажите, пожалуйста. Потому что, непонятно, от чего вы устали, ну, вот в этом, в этом, так скажем, смысле. Вот. Непонятно, что именно. Выполнение просьб не приводит ни к чему хорошему, это можно, в принципе, сразу сказать. То есть, ну, вот, как бы, потакание ребенку, да, ни к чему хорошему никогда не приводит. Вот. То есть, тут нам нужно, нужно не потакать скорее, а больше выстраивать такие, такие вот, ну, конструктивные, честные и понятные для ребенка отношения, вот. А сделать это в условиях, когда вы живете с родителями довольно сложно, потому что у родителей свои цены, свои взгляды, своя парадигма, в которой живут уже они, родители. Понимаете? И это тоже важный момент, на который вам, как мне кажется, нужно обратить свое внимание. Вы производите, к сожалению, впечатление человека, который склонен пропускать некоторые важные, ну, важные вещи. Вы производите впечатление человека, который может пропустить свои чувства. Наиболее ярко это проявляется в том, что у вас заканчивается терпенье. Вот. Вот. Если бы терпенье у вас не заканчивалось, мне было бы довольно сложно сделать вывод о том, что вы себя пропускаете. Так мне этот вывод сделать достаточно легко. Начать замечать себя, свои переживания, размещать их во взаимодействии с другими людьми. И таким образом выстраивать более зрелый, что называется, контакт с людьми, да, в том числе и с ребенком. Очень важно. Поэтому это запрос, как раз это запрос на индивидуальную работу, вот. Ну, то есть, работу именно вашу, именно с вами работу. Вот. И, значит, если что это сделать, то эффект ждать себя не заставит. Долго. Вот. Ну, а если вы просто перебрасываете ответственность на ребенка, то, ну, ни к чему хорошему, в общем и целом, это привести не сможет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Ну, извиняюсь, мы вас сегодня уже обument2. desc-мыши. Удимых с другом том, желающим пустыню. к яд Frederick. Я ещеiende смех. Уious. Удимых.